Всем привет, дорогие друзья! С вами Иван Демичев. И сегодня у нас на прямой интернет-видеосвязи гитарист-виртуоз, эндорсер компании AMT Electronics и просто замечательный человек Сергей Головин. Привет, Сергей! Привет, Иван! Ну что, хочется сказать, что мы прежде всего с тобой знакомы не один год, и это отрадно. Ты являешься эндорсером компании AMT Electronics. И первый вопрос, который я хотел бы тебе задать, ну, с самого начала, как так получилось, что вообще когда ты узнал об этом бренде, в какое время это произошло, каким образом ты впервые познакомился с брендом AMT Electronics? Это был 2004 год. У нас была местная группа в городе Киселёвске, и мой друг и вокалист в этой группе купил педаль для того, чтобы мы могли добиваться вот этого звука тяжёлого дисторшена. Вот, он поехал в Кемерово и купил педаль, в общем-то, которая называлась AMT Fatal Tube. И отдал её мне, чтобы я не играл в этой группе. И я её использовал в течение, там, полутора лет. Что характерно, тогда у меня не было, естественно, усилителей, я вообще не знал, что для гитары бывают усилители. Я думал, что звук формируется примочкой. Включаешься в примочку и в пульт. Ну, так, на самом деле, оно и было, потому что нам волею случая очень повезло, так как в этой примочке был спикер-симулятор, вот, неотключаемый. Поэтому мы, я во всяком случае не познал всех благ примочки в линию, ну, как таковой, то есть, да, типа Boss DS1 или Boss Metal Zone и так далее. То есть в Fatal Tube был спикер-симулятор, и её можно было включать в линию. Дома я включал её в проигрыватель и играл на неё, вот, как повторюсь, уже полтора года. Потом группа распалась, и, в общем-то, примочку у меня забрали. Примочку забрали. Ну, и потом, впоследствии уже, когда у меня появился интернет, то есть это ещё 2004 год была эпоха у меня до интернета, вот, когда у меня появился интернет, я, естественно, полез искать информацию, что за педали, и тогда уже на тот момент весь модельный ряд, по-моему, преампов SS, на тот момент было SS-20, если я не ошибаюсь, рэковый преамп, потом были новые преампы, которые вот как раз я впоследствии использовал, Legend Arms, вот. На тот момент они уже были, но как-то, наверное, прошло какое-то время, где-то к году 2010, только у меня они появились в распоряжении, до этого всё как-то по педалям у меня не получалось, у меня были то процессоры, то вообще ничего не было, была только одна гитара, я играл, на чём придётся. Вот, такая примерно предыстория с компанией MT у меня. Ну, и тогда уже логичное продолжение вопроса, а что касается эндорсмента, каким образом ты стал этим эндорсером? Да, я помню, как раз жил в Питере на тот момент, сидел в маленькой квартирке, ну, хотя не такая уж она маленькая была, ну, в общем, одиноко сидел в квартире и думал, как бы что-нибудь такое интересное придумать, чтобы и мне было интересно делать музыку, и, может быть, какие-то производители заинтересовались бы в рекламе своего оборудования, ну, чтобы обхватить более обширную аудиторию. Естественно, я сразу же вспомнил о педалях AMT, вот, и помню свой предыдущий опыт общения, довольно положительность с этими устройствами. я написал, на тот момент был другой менеджер, вот, он мне ответил, и как-то все довольно быстро у нас закрутилось, то есть никаких там особо сложных переговоров, ничего такого не было, вот, ребятам понравились мои видео, и, в общем, да, они на меня, то есть доверили мне демонстрации педалей, выслали мне две педали, это был AMT M1 и S1, как раз от Legend Arms. Вот, через какое-то время я сделал на них демки, которые, по-моему, всем понравились. Вот, это было начало такой у меня эпохи суперсложных демок, которые тратили, ну, на изготовление которых, во всяком случае, с музыкальной точки зрения, я тратил колоссальное вообще количество времени и сил, вот, пытался придумать крутую музыку, но, как бы, некоторые это оценили по достоинству, я думаю, вот. Ну, так вот. Я думаю, не то, что некоторые, а очень многие люди, в том числе, я не являюсь исключением, потому что я прекрасно помню эти видео, демонстрации педалей M1, S1, насколько я помню, и в то, ну, там, 4 года назад, например, я вот не помню, в каком году ты их делал, ну, я помню, что 4 года назад они уже, по-моему, точно были. Это вот просто... Это 10-й год, это можно было найти. Да, ну, правильно, 4 года назад 11-й, то есть 10-й год ты это сделал, там действительно колоссальная работа, тем более по тем временам, учитывая, что для тебя, так понимаю, это было начало только видеоблогинга, да, работы... Ну, да. В работы в сети, наверное. Я знаю, что первый альбом, твой полновесный, полноформатный альбом, ты записывал, используя оборудование AMC Electronics. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что именно ты использовал, ну, и вообще, какой вот опыт студийной работы с этим оборудованием у тебя был. На тот момент основным моим преампом то есть основным моим аппаратом был преамп МТ Булава. Вот я использовал его и как в линию с импульсами, и также, когда я начал писать свой альбом первый, я подумал, что раз у меня есть еще ламповый усилитель, на тот момент у меня был Carvin MTS, я буду использовать этот преамп в связке с усилителем, потому как перегруз усилителя мне не особо нравился. Ну вот, а преамп давал более гибкие настройки и интересный звук. И, значит, завалившись к своему другу на студию, ну, а к студию это была больше репетиционная база, вот, ну, довольно хорошая. В общем-то, я с помощью вот трех элементов, это вот Carvin MTS, AMT Булава и микрофон Shure SM57 я, значит, записывал гитарные партии для альбома. Что из этого получилось, мы все можем послушать. На тот момент мне казалось, что это прикольно, сейчас, конечно, в общем-то, я думаю, что с микрофоном я нахимичил, то есть можно было получше его найти положение поставить, но опыт, как бы, приходит со временем. Ну и, как бы, я думаю, что можно было найти какой-нибудь другой микрофон, хотя на тот момент у меня не было такой возможности просто. Вот, такие дела. Ну, а, естественно, всю обработку там я уже брал на компьютере делал. Немножечко вернемся, опять же, к истории преампов M1 и S1, о которых мы говорили чуть ранее. Хотел задать такой вопрос, а чем был обусловлен выбор именно этих преампов, то есть Маршалоида и Салдана? Это был определенный выбор в пользу какой-то фактуры звучания, тебе нравится именно вот как звучит M1 и S1? Ну, или так сложилось исторически, там просто была возможность, допустим, выбрать вот эти два преампа, они, скажем, там, E1, Angle, там, не P1, PV. Я понял. Ну, у меня изначально была просто идея двух обзоров, то есть, собственно, под обзор я уже и просил педали. У меня была идея сделать обзор на M1 таким образом, чтобы поиграть в стилях разных гитаристов. Мне тогда это очень забавило и нравилось копировать разные стили, снимать фразы. Ну, в принципе, я этим сейчас занимаюсь, но тогда это, собственно, был у меня такой прям глобальный этап обучения. Я снимал фразы разных гитаристов, и я собрал как бы своих любимых гитаристов, которые так или иначе играют на Маршал. Поэтому преамп M1, мне казалось, отличной идеей показать как бы звук Маршала и как на нем играют различные гитаристы. Я помню, что тогда еще искал, по-моему, несколько грилок к этому преампу, чтобы передать его палитрозвучение наиболее характерно, особенно для некоторых гитаристов. Но так и нашел. Тяжелое время было. Вот, а S1, S1 у меня, это же Салдана, вот, и как бы Салдана использовал Ван Халлен на моих любимых альбомах Ван Халлена. Вот, то есть 5150 это уже было немножко позже, а вот именно Салдана, мне очень нравилось, как оно там звучит у него, и я планировал сделать демку как раз в духе Ван Халлена и попросил вот именно Салдана, потому что все равно пиви... На сегодняшний день многие ассоциируют пиви не с Ван Халленом, 5150, я имею в виду, да, а со шведским дес металом и так далее. Да, с сверхтяжелой музыкой. Да-да-да, как бы и немногие действительно, ну не то, что немногие, но, скажем так, некоторые не в курсе вообще, откуда ноги растут, то есть, что этот усилитель, например, был сделан в Ван Халленом, по сути-то. Ну вот, дорогие друзья, был небольшой экскурс от Сергея Головина, теперь вы знаете, откуда растут ноги, и это правильно, надо знать историю музыки, историю возникновения того или иного оборудования. Поговорим о Пангее. С недавних пор, я знаю, ты стал использовать этот девайс, скажем так, и много уже обзоров различных сделано, и ты не являешься исключением, ты сделал замечательный обзор на этот прибор. Вопрос такого плана. Ты в разное время использовал разные виды, типы и процессоров, ну, в том числе, так скажем, флагманские модели, это всем известный Акс, фрактал, это всем известный Кемпер. Что ты можешь сказать о Пангее в сравнении с этими приборами? То есть, конечно, мы не говорим о сравнении всем функционалом, но, тем не менее, мы говорим о возможности загрузки импульса гитарного кабинета внутрь устройства, ну, и возможности его использования при живой работе или при студийной. Твое вот мнение на этот счет. Значит, если мы вычленим элемент спикер-симуляции в Акс Фэкс и сравним его с спикер-симуляцией в Пангее, то мы получим следующие результаты. Значит, во-первых, спикер-симуляция в Аксе это не просто загрузить импульс и даже не просто обработать его эквалайзером. Вот. К любому импульсу мы также можем подмешать еще сигналы микрофона, то есть импульс микрофона, каким-то образом там, значит, коллирируется, не знаю, каким образом это все происходит. Потом свешить над ним сотни манипуляций каких-то там, куча ручек и так далее, и так далее. И вот с точки зрения функционала, естественно, вот даже если мы возьмем маленький раздел Акс Фэкса, как спикер-симуляция, Акс, естественно, гораздо больше возможностей дает. Но, сказать по правде, я особо никогда не пользовался этими ручками, которые там находятся, именно вот, ну, в разделе КАП Акс Фэкса, я просто искал хороший импульс, который мне подходит. Вот. И со временем я нашел определенное количество импульсов, которые мне нравятся, и их характер, когда я загружаю их в МТ Пангею, он такой же. Вот. Он такой же. Так что вот в этом смысле для меня, например, особо разницы нет. Я рассматриваю, ну, то есть для меня ЭТ Пангея, это очень хороший способ попробовать использовать ее вживую. На концертах, например, да, не играть не в карту, а именно вот через нее. Тогда еще такой вопрос по поводу импульсов. Как только такая возможность появилась, сразу хлынул вот этот вот поток обилие готовых импульсов, которые можно скачать как платно, так и бесплатно. Соответственно, встал вопрос о выборе собственного звука. И вот очень многие музыканты сетуют на то, что, ну, целая проблема. Вот есть у меня 100 импульсов, я вот не знаю, как определиться. Сергей Головин как определился? Он выбрал один любимый импульс или у него есть 10 любимых пресетов? Как это произошло? Значит, в Акс Фэксе долгое время я использовал только родные импульсы. И у меня всегда были определенные проблемы с наруливанием звука. Ну, тогда еще, может быть, опыта не было определенного. Мониторы у меня были не очень. И вот ровно до тех пор, пока они не добавили, значит, One Hammer импульсы и не сделали какой-то там high resolution, что-то там, разрешение. Вот, то есть, вот эту очередную фишку, когда наконец-то теперь-то зазвучит. Ну, и, собственно говоря, вот до тех пор у меня всегда были проблемы. С тех пор, как добавили One Hammer, я, в общем-то, заюзал их, потом купил еще пару паков и, собственно, пользовал их вот довольно долго. Ну, собственно говоря, немножко отошел от основного вопроса. То есть, я нашел для себя три импульса. Четыре там где-то. И все. А с недавнего времени я их перестал использовать. Я использую импульсы торпеды. Кому что нравится. У One Hammer они более открытые такие, резкие. Хотя они такие резкие, как Red Wires. Ну, в общем-то, у торпеды там более такие собранные, серединистые. Ну, во всяком случае, я так нарулю буду. Я знаю, что в этом году ты был в туре. Насколько я понимаю, это был первый полновесный тур, в котором ты исполнял собственные произведения с первого, со второго альбома. Расскажи, пожалуйста, нам и всем нашим друзьям, телезрителям, скажем так, какое оборудование ты использовал? Использовал ли ты что-то из линейки АМТ Electronics? И вообще, каким образом происходило звукоформирование твоей гитары? Изначально я планировал взять с собой Axe. Но, в общем-то, сейчас в аэропортах и в авиакомпаниях, на мой взгляд, более ужесточили эту ситуацию с провозом с собой ручной клади. Гитары я сдавать, естественно, не собираюсь. Поэтому мне в самолет с собой нужно было брать двойной чехол, он довольно большой. И, соответственно, кейс с Axe вообще бы не проканал. То есть меня бы просто не пустили, заставили бы что-то сдавать в багаж, а это не вариант. Пошел и купил себе карту Universal Audio Apollo Twin. В общем, я давно эту идею уже вынашивал, что вот через эту карту у нее есть прикольные плагины, которые грузятся в нее, работают на ее DSP, соответственно, она работает через Thunderbolt. И задержки как бы меньше, особенно если используешь ушной мониторинг, там как бы практически ее и нету. Я нарулил себе более-менее приемлемый звук, который, на мой взгляд, не особо чем-то вживую отличался от фрактала, ну, потому что нужно уметь рулить. Конечно, это все немножко, скажем так, пугает с точки зрения того, что имеет определенную опасность того, что он в бук забвиснет. Но так или иначе, мы все равно играем под плейбэк, и даже если мы возьмем еще и басиста, и так далее, и так далее, все равно плейбэк в какой-то степени останется. Суть заключается в том, что я не брал никаких девайсов вообще, кроме карты. И впоследствии, вот у меня есть идея все-таки собрать какой-то педал-борд, найти перегруз, приемлемый, да, двухканальный, как минимум, который бы хавал в восьмиструнную гитару, ну, чтобы это звучало адекватно, да, потому что мало просто, там, просто перегрузить, да, нужно адекватный какой-то звук. Соответственно, и вот с АМТ Пангея попробовать. Я пока в поисках и в экспериментах пока точно не знаю, чем это все закончится, потому что у нас, опять же, бытует мнение, что главное найти идеальный хороший импульс. На самом деле, это не так. Потому что должен быть хороший именно звук, туда поступающий, большой, и, в общем, с которым можно работать. Опять же, возвращаясь к АМТ Электроникс, ты имеешь огромный опыт по работе с этими приборами. Может быть, какие-то у тебя замечания или пожелания возникли по тому или иному оборудованию, не хватает функционала, возможно, либо все бы ничего, да вот такой бы регулятор бы чего-нибудь там бы добавить туда-то. Вот не задумывался над этим, может быть, вот можешь поделиться своими соображениями. Как я понимаю, любые предложения и любые там усложнения или переделывания прибора всегда опираются во время, в ресурсы и людские, и финансовые, и так далее. Но вот так вот, глядя на то, что последние приборы делают, АМТ, ну, лично бы мне хотелось бы увидеть два прибора в одном. То есть, вот нагрузку реактивную и спикер-симулятор в одном приборе. Потому что, ну, как бы, даже если эти приборы два маленьких, как бы, да, то все равно как-то мне хотелось бы, чтобы это был один прибор. Ну, лично мне было бы так удобнее. И использовать его именно вот как один. То есть, включил с мощника и, пожалуйста. Плюс ко всему, хотелось бы, опять же, шагать в ногу со временем и использовать, то есть, иметь возможность управлять этим всем с компьютера. Вот. То есть, если это серьезный прибор, у которого масса настроить, пусть у него будет MIDI, например. Опять же, говорю, все довольно сложно, насколько я понимаю. Все, что касается разработок там в сфере IT, там, не знаю, я в этом не особо разбираюсь. Это, скорее всего, не так-то просто. Вот. Поэтому это исключительно как, ну, такие пожелания, ни в коем случае не претензии. Вот. Ну, и чтобы все было как обычно. То есть, вот как у всех, как и принято. Чтобы впоследствии не было никаких заморочек с адаптацией прибора, например, под мои условия, мои студии, например. Или под концертные какие-то условия. И так далее, и так далее. Здесь хороший пример можно привести с датчиками, например, на гитаре. Вот придумали, например, эти со-бары, да, EMG, или кто там, Seymoura их первые сделали, да, вот эти огромные. Вот зачем спрашивается? Зачем? Я, например, не понимаю. Семиструнные, они, то есть, шестиструнные, они такие же по размеру, да? Семиструнные и восьмиструнные больше. Вот, например, купил ты гитару с EMG, а потом хочешь пассивные поставить, и что, ну, уже как бы не то. Просто вот на ровном месте, пожалуйста, тебе проблема. Расскажи вкратце о своих ближайших творческих планах. Если вкратце, то мы формируем весенний тур на декабрь, на зиму, да? У меня запланировано еще несколько мастер-классов, которые пройдут в Москве и в Казани. Может быть, еще какие-то удастся ближайшие города охватить. Весной мы планируем тур по Сибири. Возможно, нам удастся захватить Урал. Может быть, и нет. Пока еще с этим все немножко не ясно. А так мы планируем вот целенаправленно в Сибирь поехать. То есть, там будет немного городов, но мы планируем там выступить. Скорее всего, у нас появятся новые члены коллектива. Все будет интереснее, прикольнее, чем было в прошлый раз, хотя и в прошлый раз было все замечательно. Ну и в завершение нашего сегодняшнего общения хотелось бы услышать тебе несколько слов прежде всего пожелания всем тем людям, кто увидит и смотрит сейчас наше с тобой общение, пожелания, может быть, в музыкальной какой-то жизни. И отдельно хотелось бы услышать пожелания в адрес работников компании Айнт Электроникс, инженеров, может быть, стимулу не будет создавать новые продукты, когда такой человек, как Сергей Головин, скажет какие-то им слова. Ну, что касается инженеров Айнт Электроникс, я их всех очень уважаю, ценю и горжусь им, потому что в наше непростое время, в нашей, скажем так, довольно забавной обстановке и стране на протяжении долгого времени делать стабильно музыкальное оборудование, причем специфическое музыкальное оборудование, скажем так, то есть это не гитары завода, бобров, да, и так далее, это довольно серьезное оборудование, это не так-то просто, поэтому искреннее мое уважение и низкий поклон. и, собственно говоря, пожелание двигаться только дальше и делать только больше, лучше и интереснее. Нашим зрителям и музыкантам, естественно, я хотел бы, как и обычно, я всегда желаю одного, чтобы ваши занятия музыкой приносили вам удовольствие, радость и удовлетворение, то есть, чтобы вы получали удовольствие от того, чем вы занимаетесь, и неважно, таким образом вы его добиваетесь. Наруливайте себе звук часами, постоянно играя любимые риффы, или там вы действительно серьезно занимаетесь музыкой, главное понимать свои цели, главное понимать место, которое занимает музыка в вашей жизни, и то, в общем-то, что дает вам почувствовать себя именно удовлетворенным, и заниматься этим, в первую очередь, если вам там достаточно играть пару-тройку риффов, и вы чувствуете себя прекрасно, то, может быть, больше и не нужно, а если, например, вы чувствуете, что хотите большего, то двигайтесь к большему, стремитесь к большему, вот и все. Ну что же, Сергей, спасибо большое, что нашел время, возможность и пообщался с нами, всегда тебе рады. Спасибо, спасибо вам, я тоже рад. Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас был гитарист-виртуоз, отличный человек и музыкант Сергей Головин. Помните, все еще только начинается и занимайтесь тем, что вам действительно нравится. С вами был Иван Демичев, увидимся, пока!